Продолжение следует... 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 средства массовой информации, и все ваши сигналы, все ваши посылы стараемся запускать в нужное русло, чтобы, в общем-то, разобраться, как на самом деле обстоят дела, кто прав, кто виноват, и если есть и виноваты, и плохо обстоят дела, то стремимся так, чтобы у нас, в общем-то, принцип неотвративности наказания за созидательное в нашей работе был одним из, в общем-то, первоочередных. И должен вам сказать, что в подтвердении тех слов, что я не ради того, чтобы вот полистить средства массовой информации, приведу пример вот нормального, хорошего такого делового конструктивного сотрудничества. Было, в общем-то, материал опубликован на 73 онлайн о фактах проявления коррупции, в одной из организаций подведомственной региональному министерству искусственной и культурной политики в сентябре 2016 года. Мы данный посыл, в общем-то, услышали, начали разбираться, подключили соответствующие органы, и, в общем-то, в результате у нас было установлено, что есть финансовые нарушения, споряженные, в общем-то, с проявлением коррупции, и выявлено нецелевое расходование недельных средств в сумме 345 370 рублей. Кроме того, данный материал, после того изучения Департамента внутреннего финансового контроля, в то время возглавляли Юрий Владимирович Казаков, они в соответствии со статьей 15.14 Кодекса административных правонарушений возбудили административное производство и к 20 тысячам штрафа привлекли виновных. Это далеко не единичный случай. Мы часто, в общем-то, используем средства массовой информации и подаем, в первую очередь, не в правоохранительные органы свои заявления, публикуем материалы в СМИ, и, как правило, на них реакция соответствующих органов идет более, скажем так, активная, более эффективная. Пример можно назвать это ситуацией вокруг МУП «Электротранс», где было возбуждено дело по 285-й статье в отношении руководителей после ряда выявленных нарушений. Никак мы не могли продавить вопрос с возбуждением уголовной. Есть ситуации вокруг хищения денежных средств в хосписе, тоже возбуждено уголовное дело человека, осужден к реальному сроку лишения свободы. Ситуации по старой майне вокруг чиновников администрации и список можно было бы, в общем-то, продолжать и дальше. Считаю, что, в общем, включение нашего региона в число регионов, помятого мной, рейтинга, является закономерным результатом последовательной системной работы, проводимой в Ульяновской области. Вы знаете, что очень много наших инициатив, которые, в общем-то, были подхвачены средствами массовой информации, преподнесены, обсуждены. Многие из них взяты на вооружение в других субъектах Российской Федерации. Ну, среди них можно перечислить такие, как... Самое главное, у нас Ульяновская область является регионом и лидером в части законодательства, права и основы противодействия коррупции. Мы намного раньше, чем другие субъекты и чем в целом федеральный орган определили законы, по которым будет работать та система, которая, в общем-то, нацелена на то, чтобы противодействовать коррупции. У нас закон значительно раньше появился. У нас введена должность уполномоченного по противодействию коррупции. У нас многие вопросы намного раньше в пилотном варианте обкатываются в Ульяновской области, а потом уже берутся на федеральном уровне и другим субъектам Российской Федерации. В общем-то, анимированные антикоррупционные карты тоже, скажем так, изобретения и довольно-таки эффективные, которые на сегодняшний день работают в Ульяновской области и подвигают, в общем-то, муниципальное образование, исполнительные органы государственной власти к выстраиванию эффективной системы работы. Мы проводим недели антикоррупционных инициатив. Вот я уже сказал, что будет шестая уже региональная неделя антикоррупционных инициатив, которая является очень существенным подспорьем граждане, принимает активное участие в выработке вот этих вот мер. Функционирует молодежный инициативный антикоррупционный центр. Руководитель, вот я уже представлял, сидит здесь. То есть, своего рода такое-то молодежное движение, там молодежь против коррупции возглавляется этим центром. Успешно действуют студенческие антикоррупционные комиссии вузов и профильные антикоррупционные мер шутской комиссии при совете ректоров. Вот действующее законодательство у нас как-то вот не позволяло охватить вот этот спектр работы именно в молодежной и в вузовской среде, в студенческой среде. Вот на сегодняшний день мы одни из немногих субъектов, которые нашли подходы и сейчас активно проводим данную работу. В настоящее время на базе опорного вуза региона ОЛГУ создается проектный офис экспертно-аналистического сопровождения антикоррупционной деятельности органов власти. Все, о чем я говорю, в общем-то, позволяет нам решать эффективно задачи в части реализации антикоррупционных мер, которые ставятся перед нами руководством страны. Другой очень важной составляющей частью данной работы является активное вовлечение жителей региона в данную работу. На сегодняшний день вместе с общественными помощниками у меня в каждом населенном пункте на сегодняшний день есть свой представитель, независимо от численности населения, проживающего в этом населенном пункте. Есть общественные формирования, общественные советы по противодействию коррупции при главах администрации, есть комиссии в исполнительных органах власти. В общем, на сегодняшний день людей, которые вовлечены в активную, постоянную такую работу по противодействию коррупции, более трех тысяч человек. Это общественный контролер, а не будет Наталья Михайловна говорить. Ну, в общем-то, можно перечислять много, что делается, и, в общем-то, я говорю, результатом всего этого стало то, что мы вошли в рейтинг в число 11, то есть это хороший успех. Но вместе с тем нужно признаться, нужно сказать, что на сегодняшний день у нас еще много остается нерешенных проблем, и, в общем-то, то, что у нас проблема борьбы с коррупцией решена, я бы, в общем-то, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах не взялся бы говорить и доказывать. Свидетельством тому, в общем-то, является факт, который я сейчас приведу. В указанный период органами прокуратуры выявлено почти полторы тысячи нарушений антикоррупционного законодательства. Вдумайтесь, огромные суммы, это за полгода полторы тысячи, а сейчас и того больше. И, в общем-то, тенденции к снижению выявления за последний год, за последнее время не наблюдается. 480 актов прокурорского реагирования по этим нарушениям вынесено. За нарушение положения антикоррупционного законодательства досрочно прекращены полномочия 11 депутатов в области муниципального органа. В связи с утратой доверия глава администрации муниципальных образований Николаевский район, Безводовское сельское поселение в Кузоватском районе, заместители главы Глотского городского поселения Индинского района освобождены от занимаемых должностей за утрату доверия. И, в общем-то, вот эту отрицательную статистику, к сожалению, можно было бы продолжать и дальше. Это свидетельство того, что у нас с вами еще есть над чем работать и что необходимо нам, в общем-то, и делать. Вот данные факты и, в общем-то, проведенные социологические исследования говорят о том, что у нас с вами впереди непочатый край работы. И, в общем-то, мы вас как коллег, как, в общем-то, участников данной деятельности приглашаем тоже к активному сотрудничеству. И, в общем-то, об этом я буду говорить дальше. Расскажу сейчас результаты социологического исследования, хотя они, в общем-то, были обнародованы и вручены, да, Роман Фаридович? Вручены вам. Тем не менее, я, в общем-то, хотел бы, как представитель органа, который выступил заказчиком данного социологического исследования, рассказать о результатах, прокомментировать его данные. Отмечу, что социологическое исследование, целью социологического исследования являлась изучить оценку населения, уровень восприятия коррупции и, в общем-то, на основе этого выработать необходимые меры, которые, в общем-то, позволили нам активизировать и получить больший эффект от принимаемых мер. Исследование проводилось, заказывалось нами, проводилось специалистами областного учреждения «Аналитика» методом стандартизированного интервью по месту жительства респондентов. Объем выборки составил 1100 человек. Но, в общем-то, он на последние годы стабильный такой и считается, что он позволяет именно такой объем, более-менее реальную ситуацию выявить. По результатам анализа полученных результатов можно сделать вывод о том, что для населения нашей области проблема коррупции входит в число наиболее актуально. Данное обстоятельство подтвердило большинство участников исследования. 67%. 29% отметили, что это одна из наиболее острых проблем. 38% признают актуальность проблемы коррупции наряду с другими проблемами. А 16% респондентов сказали о наличии проблемы коррупции, но не считают ее острой. Оценивая уровень коррупции, 42% опрошенных определили его как средний, 33% как высокий, и 3% всего лишь как низкий. Причем 39% респондентов выразили уверенность, что объем коррупционных явлений в настоящее время не меняется. 27% считают, что коррупция растет, и только 11% замечают снижение уровня коррупции. Цифры, в общем-то, впечатляющие. Отмечу, что сравнение полученных результатов с данными социологического исследования, проведенного в сентябре прошлого года, показывает определенные положительные динамики в оценках мнения населения. Так, оценивая уровень коррупции в 2016 году, 46% опрошенных респондентов определили его как высокий, 35% выразили уверенность, что объем коррупционных явлений не меняется, 29% отметили, что коррупция растет, и только 9% отметили снижение. Кроме того, в 2017 году, оценивая антикоррупционные мероприятия, проводимые в регионе, 55% респондентов отметили, что отдельные меры по борьбе с коррупцией предпринимаются, и они эффективны. Однако, здесь же отмечено, что их на сегодняшний день недостаточно. По результатам исследований отмечается, что 33% опрошенных за последние несколько лет сталкивались с просьбами получения награждения. Они попадали в коррупционную ситуацию заметно больше, 64%. Хотя, в общем-то, и те, и другие цифры заставляют насторожиться. И та, и другая цифра. По словам респондентов, впадавших в коррупционную ситуацию, основными сферами, где распространены коррупционные проявления, в первую очередь, издачные места являются медицина, 69%, ГИБДД, 40%, и образование, 38%. В 2016 году, в результате проведенного аналогичного опроса, социально-сологически, отмечалось, что наиболее коррумпированными являются медицинские учреждения, 46% были, ГИБДД, 46% наравне с ними, ВУЗы и средние специальные учебные заведения, 40%. Если по ГИБДД, как вы видите, и сфере образования, в оценках мнения населения, по расстроению коррупции произошло снижение, то в сфере здравоохранения отмечается существенный рост, аж на 23%, зашкаливает. По результатам вопросов, также отмечены следующие сферы наиболее подверженной коррупции. Среди них, это правоохранительные органы, жилищно-коммунальные службы, сфера строительства и выделения земельных участков, органы местного самоуправления, органы организации торговли, учреждения социальной защиты, и при проведении выборов встречается с наиболее часто это явлением. В сравнении с 2016 годом, в оценках мнения населения, перестали быть сферами, где жители наиболее часто, где жители наиболее часто сталкивались с проявлением коррупции, это военкоматы, дошкольные образовательные учреждения, детские сады сумели переломить мазиаситуацию, и суды. Согласно результатам исследований 2017 года, отмечается, что более половины опрошенных декларируют недопустимость дачи взятки должностному лицу за выполнение услуги. Это 58%. Не отрицает для себя такой возможности 23% респондентов. А каждый восьмой участник исследований уверен, что дать взятку нормально. Почти 30% респондентов признают, что доводилось лично давать взятки. Представьте себе, 30% респондентов, от 1100 человек, это 300 человек примерно. И получается, один взятка датель, другой взятка братель, 600 человек у нас потенциальных преступников на сегодняшний день, поскольку взяточничество относится к категории латентной преступности, ее нужно выявлять, ходят на свободе. 7% из них далее обозначили, что доводилось лично давать взятку должностным элисам достаточно часто. 22% в единичных случаях, то есть некоторые еще эпизодически взятки дают. То есть вот эти вот цифры значительно выше, только по результатам психологического вопроса. Здесь также отмечается, что положительная для нас динамика. Так, в 2016 году эта цифра была 25%, на сегодняшний день 23%. Как показало исследование, чаще всего жители региона располагают информацией о взяточничестве в медицинских учреждениях, это не значит, что они там просто слышали где-то, что там берут, здесь берут, медучреждения 66%, при общении с сотрудниками ГИБДД 28%, при общении с работниками образования 25%, по-прежнему, в общем-то, лидируются те же вот три блока. А также при общении с сотрудниками правоохранительных органов, при попытке оформить земельные, приватизационные, наследственные дела, поиски устройств на работу, общение с сотрудниками органов соцзащиты, получение гражданства, регистрации, происки, то есть ФМС, попытки открыть собственные дела. Эти данные свидетельствуют о том, что указанные сферы наиболее подвержены коррупционным проявлениям, и здесь неэффективно действует антикоррупционный механизм. В связи с этим органам власти в данной сфере необходимо предпринять дополнительные меры, и должно быть уделено первостепенное внимание этим вопросам. Результаты исследований показывают, что жители в большинстве своем занимают пассивную позицию относительно коррупционных фактов, что вот на сегодняшний день также не может нас настораживать, и, в общем-то, эта задача, наверное, президентам ставится и пересредством массовой информации, чтобы переломить пассивную позицию. В чем заключается пассивность данной позиции? Только около 10% опрошенных, 10% всего, то есть от 1100 это 11 человек, готовы официально сообщить в правоохранительные органы о фактах взятки или вообще о фактах коррупции всех или иных учреждений. Около 13% на телефон доверия, тоже цифра не впечатляет, или через соответствующий сайт. Около 5% только лишь в общественной организации обратятся за помощью. Большинство респондентов отметили, что не будут ничего делать, либо затрудняются спрогнозировать свои действия, в случае получения информации о взятке. Видите, насколько на сегодняшний день общество не готово к борьбе с данным явлением. Указаны обстоятельства свидетельствуют о необходимости продолжения работы по антикоррупционному просвещению, пропаганде и популяризации антикоррупционных стандартов поведения. Также представляется собранным расширить работу горячих антикоррупционных линий действующих при органах власти и вне ритвовых в работу подведочную сеть учреждений и организаций. Отдельно хотелось бы отметить, что в 2017 году перед социологическими исследованиями была поставлена задача определить, из каких источников население получает информацию о коррупционных ситуациях. И, в общем-то, что мы имеем. Как показали результаты, основным источником событийной информации является федеральное телевидение 65%. Так и в числе референтных источников новостные, официальные интернет-ресурсы и областное телевидение 44% и 40% соответственных. Указаны обстоятельства свидетельствуют о необходимом создании на телерадиоканалах в субъекте и муниципальном телевидении просветительских программ, направленных на повышение уровня правовой и культуры граждан, формирование с коррупционного общественного сознания и создание в обществе обстановки нетерпимости коррупции, а также более предметное освещение антикоррупционной политики реализуемой в Ульянской области и создание соответствующих тематических информационных групп в соцсетях в интернете. Несмотря на просматривающие отдельные положительные динамики, отраженные в результате исследований в 2017 году, следует признать, что антикоррупционные деятельности в Ульянской области требуют своего совершенствования, повышения эффективности и открытости. И данные задачи просто будет невыполнимы без участия активного средств массовой информации. Ну, поняли мы, что, в общем-то, проблема у нас немерена в данном вопросе и, соответственно, в общем-то, нами был подготовлен план действий, который, в общем-то, губернатор утвердил. я сейчас немного расскажу о нем. 16 августа 2017 года, в общем-то, результат социологического исследования и план были доложены до губернатора Сергея Ивановича Мороза на сегодняшний день. Он подписан и содержит, в общем-то, следующие мероприятия и такое и следующее содержание. Документы предусматривают проведение более десятка, если быть точно, 14 мероприятий, направленных на повышение эффективности работы по профилактике коррупции во всех сферах общественной жизни. Так, в рамках его исполнения уже в сентябре этого года у нас будет планироваться проведение шестой региональной недели антикоррупционных инициатив, посвященной как раз выявлению коррупционных рисков и их устранения в сфере здравоохранения. Вы видели цифры просто запредельные. И мы уже, в общем-то, сразу практически после, не дожидаясь, пока мы губернатору доложим об этом. Принято было решение, готовилась концепция, губернатор с ней согласился по проведению именно шестой региональной недели антикоррупционных инициатив в сфере здравоохранения, потому что социология нам показала, что здесь проблема просто катастрофическая. Исполнители мероприятия плана действия выступят органы власти, представители институтов гражданского общества в Ленисе, муниципальных общественных палат, палат справедливости и общественных контролей, а также жители региона в лице участников общественных антикоррупционных формирований, действующих на территории области. Общий контроль за проведением данного плана будет осуществляться мной и своевременно анализироваться и докладываться соответственно губернатору для принятия дополнительных мер. В общем-то содержится также проведение встреч с жителями населенных пунктов под нашим жестким контролем, то есть здесь у нас мы планируем, что ни одно у нас муниципальное образование, ни один орган исполнительной власти в общем-то здесь не отпишется и никак не уйдет от исполнения данного пункта. У нас были попытки в прошлые года, то есть в систему привести отчеты руководителей, к сожалению, не везде все получилось, в этот раз мы планируем под жесточайший контроль и думаем, что средства массовой информации будут активными участниками проведения этих сходов и в общем-то обнародуют все те недостатки, которые будут выявлены, все те оценки, которые жители будут давать антикоррупционной деятельности. То есть это тоже одно из основных мероприятий, на которые в общем-то мы вылагаем большие надежды, что существенно сумеем здесь и вовлечь население в активную работу по противодействию коррупции, ну и индекс восприятия коррупции все-таки среди населения значительно улучшить. Кроме того, планируется среди мероприятий разработка антикоррупционных аппаратов ведомства и муниципалитетов, тоже очень важные и нужные дела. Проведение антикоррупционного аудита учреждений в социальной сфере тоже на сегодняшний день население высказывает недовольствие, то есть наличием там коррупционных рисков и мешающим получать услуги и в общем-то комфортно жить. Продолжение практики публичного рассмотрения актов контрольных мероприятий органов финансового контроля должен сказать, что мы с мая прошлого года Юрий Владимирович будет об этом наверное говорить, должен сказать, что каждый акт независимо от того проверочных мероприятий положительный он или отрицательный рассматривается на площадке либо Палац справедливости общественного контроля и если там выявлено серьезные нарушения то на общественном совете по противодействию коррупции. Все без исключения акта. Мы думаем, что продолжим данное направление для чего это делается? Для того, чтобы было обеспечено торжество принципа неотвратимости наказания. Активизация работы по выявлению случаев возникновения конфликтов интереса на государственной и гражданской службе тоже очень важное направление и без вовлечения населения в эту работу здесь в общем-то тоже до конца отследить есть конфликты или нет конфликтов случаев тоже очень сложно. Завершить планируем работу по внедрению карт коррупционных рисков в органах местного исправления исполнительных органов. Ну и планируем проведение недели открытых данных. Что такое недели открытых данных? У нас в общем-то каждое ведомство по графику что в общем-то они рассказали населению в течение недели о проводимой им работе какая штатная численность какой эффект от их работы честно говоря я вот занимаюсь такую должность иногда проходя мимо того или нового здания видишь вывеску то ли федеральной то ли муниципальной то ли субъектной какая-то организация прочтя название не совсем понимаешь о чем же занимаются организации которые находятся под этой вывеской там живет мы в общем-то планируем чтобы максимально рассказать о всей системе устройства организации работы Ульяновской области следует отметить что мы планируем и губернатор согласился подготовить специального указа губернатора в первую очередь касается стресс массовой информации будет называться о дополнительных мерах по предупреждению коррупции в деятельности органов государственной и муниципальной власти Ульяновской области и взаимодействие в данной работе со средств массовой информации что подразумевается по каким-то аспектам в основном будет поставлена задача зачастую есть публикация средств массовой информации касается того или иного руководителя того или иного ведомства на него просто не реагирует ну прошла и прошла у людей если нет обратки если я понимаю что после публикации должна быть проведена служебная проверка по результату служебной проверки те обвинения или та фактура которая есть она должна быть либо подтверждена либо должно быть решение что все не так все по другому и в том и в другом случае население должно знать если подтверждается информация то есть люди которые виновны в совершении того или иного правонарушения и соответственно какие меры к тем людям приняты если нет значит нужно обелить этих людей и сказать что информация не подтверждена на самом деле все вот так а вот просто замалчивание вроде сказали завтра забыли другая более интересная информация заслонить нас и все заботим я считаю что это неправильно губернатор согласился мы такой указ будем готовить я думаю что он пойдет только в целом на пользу дела в общем-то то о чем я сейчас сказал думаю что если мы все это дело вместе сообща исполним то существенно в общем-то сможем повысить эффективность проводимой нами в очень важной антикоррупционной деятельности кроме того нужно сказать что на сегодняшний день буквально вчера позавчера губернатором подписан указ он еще пока не обнародован Сергея Ильич вроде в понедельник как собирается о нем говорит указ о реформировании Совета Безопасности то есть основная цель как говорит Сергей Иванович предусматривает данный указ что не собирается мириться ни с каким видом нарушений ни в какой сфере то есть люди виновные там в экологической безопасности в экономической нарушении аспект экологической экономической других видов безопасности должны выявляться должны в общем-то выявляться причины совершения имя вот этих нарушений для того чтобы принять соответствующие меры ну и самое главное чтобы принцип так же опять неотвратимость наказания у нас существовала основные в общем-то есть аспект экономической безопасности основными исполнителями которого и людьми ответственными за выполнение вот этого блока экономической безопасности является ведомство которое возглавляет Юрий Владимирович Казаков и в общем-то немаловажная роль в этом относится очень большая общественному контролю вот были у нас с федеральных органов здесь представители с с федерального агентства по дорогам был представитель с руководителей гильдии закупщиков общественной организации в общем-то они тоже говорят что президент так же знаете как и губернатор вещи такие как организация общественного контроля это будет самое пристальное и огромное внимание то есть за направление организации общественного контроля у нас на сегодняшний день тоже переформатировано и несколько Наталья Михайловна об этом расскажет она отвечает поэтому с вашего позволения я предоставил слово Юрию Владимирович Казакова потом Наталья Михайловна Черепер а потом мы ответим на ваши вопросы не будет возражения не утомил я вас пожалуйста спасибо Оксана Геонидович добрый день уважаемые коллеги но мое присутствие наверное на этой пресс-конференции которая посвящена вот той тематике которую Оксана Геонидович обозначил наверное абсолютно оправданно потому что несмотря на то что мы осуществляем внутренний государственный финансовый контроль учитывая ту сферу контроля которой мы занимаемся расходование бюджетных средств использования государственного имущества она априори и по умолчанию потенциально коррупциогенно опасна поскольку сами вы понимаете что при расходовании бюджетных средств всегда у недобросовестных участников бюджетного процесса может возникать соблазн так скажем недолжным образом и в пользу своих личных интересов потратить бюджетные деньги или использовать государственное казенное имущество поэтому отшляя внутренний государственный финансовый контроль зачастую мы находим факты которые свидетельствуют о коррупциогенных проявлениях тех или иных учреждениях отраслях в целом о примерах я скажу чуть позже в двух словах хотел бы сказать о наших полномочиях у нас два крупных направления по которым мы отшляем контроль это контроль в сфере бюджетного законодательства и контроль в сфере 44 федерального закона все это два вида контроля это тот же самый государственный финансовый контроль но отличаются эти два направления тем что в рамках бюджетного контроля мы иных нормативных актов которые регулируют бюджетные правоотношения это такие вещи как соблюдение правил доведения лимитов бюджетных обязательств правил введения бюджетных смет правил составления кассового плана и многие бюджетные процедуры которые предусмотрены бюджетным кодексом Российской Федерации и второе направление это 44 федеральный закон вы знаете это закон который регламентирует процедуру размещение государственного муниципального заказа и по этому закону учитывая его важность в бюджетном процессе надо же понимать то что большое количество денежных бюджетных средств тратится на закупки товаров и работы и услуг исходя из этого законодатель выделил в этом федеральном законе отдельную ветку госфинконтроля это контроль за соблюдением законодательства при отшлении закупок товаров и работы услуг здесь у нас семь направлений которые мы контролируем в частности это соблюдение требований к обоснованию закупок то есть понимаем что каждый участник бюджетного процесса который тратит бюджетные деньги на тотальный товар работу или услугу он должен обосновать соответствующие с установленными правилами почему именно эта закупка осуществляется и для каких целей то есть у нас есть расходные обязательства государственные программы и нормативные акты которые устанавливают перечень мероприятий которые мы должны выполнить и достичь каких-то показателей соответственно для этого должны тратиться бюджетные деньги закупаться какие-то товары работы услуги вот заказчик должен при размещении заказа обосновать что вот приобретая тотальный товар работу или услугу она будет направлена на достижение вот этой цели второе направление это правило нормирования в сфере закупок новое направление свежая нормативная база только недавно появилась в двух словах речь идет о том что все в принципе товары работы услуги которые приобретаются за счет бюджетных средств они должны быть отнормированы то есть должно быть четко прописано сколько на ту или иную на тот или иной вид так скажем в публичной сфере да там либо это органы власти либо это учреждение должно тратиться допустим каких-то материальных товарно-материальных ценностей ну если простой пример привести значит на одного человека условно должно в год приходиться там такое-то количество ручек да или учреждение может в зависимости от его отраслевой способности в течение года приобрести не более чем там столько-то стульев столов и любого другого товара работали услуги в общем все вот это должно нормироваться прописываться в соответствующих нормативных актов и соответственно при размещении заказов вот эти нормативы должны тоже соблюдаться безусловно важнейшее направление при размещении заказов это обоснование начальной максимальной цены контракта то есть есть правила установлены законодательством как рассчитывается первоначальная цена по которой заказчик размещает свой заказ не буду там подробности сейчас уходить их много так скажем способов формирования начальной максимальной цены вот одна из наших задач это проверять при проведении проверок насколько эти правила соблюдаются еще одно направление это применение заказчиком меры ответственности в случае нарушения поставщиком условий контракта то есть в каждом государственном муниципальном контракте прописываются какие-то санкции в отношении поставщика товара работы или услуги за то что он не выполняет должным образом свои обязательства по контракту так вот степень принципиальности заказчика при ненадлежащем поведении поставщика вот как раз нами и проверяется еще одно направление это своевременность полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара безусловно мало купить товар работу или услугу нужно ее грамотно по бухгалтерскому учету отразить в соответствующих регистрах для того чтобы это было прозрачно для того чтобы можно было по следующим контролям прийти и посмотреть как учтена эта вещь как она расходуется как она амортизируется и соответственно как она в целом эффективно используется ну и соответственно использование поставленного товара тем целям которые были заявлены при размещении закупки простой пример часто так встречается часто нам встречается в нашей практике закупается оборудование причем на крупные суммы, и дальше это оборудование лежит на складе, не используется, соответственно, в тех целях, для которых оно декларировалось, покупалось, оно лежит и не используется. То есть это неэффективное использование фактически бюджетных средств. Ну, это вот в двух словах я обрисовал нашу плановую контрольную деятельность. Мы осуществляем свои проверки по заранее утверждаемым планам. Мы выбираем объекты контроля, исходя из рискориентированного подхода. То есть мы смотрим, поскольку участников бюджетного процесса много, а людские временные ресурсы у контрольных органов всегда ограничены, мы в любом случае не можем покрыть все расходы бюджета. Соответственно, мы, исходя из тех потенциальных рисков нарушений в тех или иных отраслях, учреждениях, определяем объекты контроля, планируем проведение проверок и выходим по плану. Но, тем не менее, мы понимаем, что этого недостаточно. И, соответственно, опять же, исходя из той отрасли, о которой я сейчас скажу, опять же, о закупке, исходя из ее значимости, первостепенности для бюджетного процесса и, опять же, в контексте нашего разговора потенциальной коррупциогенности, в регионе у нас реализуется, и мы были одними из первых вообще в Российской Федерации, где был реализован вот такой проект и был предусмотрен такой формат. Я говорю о комиссии по эффективности закупок в Ульяновской области. Комиссия, которая рассматривает обоснованность, эффективность, целесообразность, отшление тех или иных закупок, заказ на которые размещают участники бюджетного процесса. Комиссия очень представительная. Она возглавляется первым заместителем губернатора области, руководителем администрации губернатора области Анатолием Владимировичем Азерновым. В состав комиссии входят председатель счетной палаты Ульяновской области Игорь Ильич Егоров, уполномоченный по противодействию коррупции Александр Евгеньевич Яшин, руководитель департамента размещения государственного заказа Инга Анатольевна Погорелова. То есть это все первые лица, которые, в общем-то, и с точки зрения контрольной, и с точки зрения непосредственного функционала в сфере размещения заказа осуществляют свою деятельность. И эта комиссия собирается регулярно, на постоянной основе, еженедельно. У нас есть конкретный день. Посредственно мы собираемся в одно и то же время. И вот если статистику посмотреть, мы за полгода 25 раз собирались, то есть по количеству недель взять, да, то есть мы собирались даже чаще, чем раз в неделю, потому что собираемся иногда и на внеочередное заседание. Закупки мы рассматриваем не все, безусловно, определены приоритеты, поскольку, опять же, закупочный процесс очень интенсивный и по деньгам очень большой. Соответственно, мы определились, что берем только крупные закупки, ну, например, все закупки и все контракты от 10 миллионов рублей. Это, безусловно, стройка, реконструкция объектов капстроительства, весь капитальный текущий ремонт на сумму от 3 миллионов рублей, капитальный текущий ремонт дорог от 5 миллионов рублей, безусловно, приобретение всех объектов недвижимости в случае, если такой заказ размещается, ну и ряд позиций по отдельным товарам, работам и услугам, которые устанавливаются определенным перечнем, номенклатурой товаров, работ и услуг, там порядка 40 позиций, ну, в качестве примера это топливо, медоборудование, компьютерное оборудование, атотранспортные средства и другие позиции. — Немного статистики, вот работа нашей комиссии, как я уже сказал, 25 заседаний было проведено за первые полгода этого года, 549 проектов технико-экономических заданий нами было рассмотрено на общую сумму 4,8 миллиардов рублей. При этом 14 технико-экономических заданий были отклонены из-за нарушений, которые были допущены при их составлении, и одну закупку мы отклонили, в принципе, уточню, это было приобретение бензина марки АИ-95, уже довольно продолжительное время для государственных нужд Ульяновской области не приобретается бензин этой марки, потому что 92-й бензин, мы понимаем, что это, так скажем, экономичнее и эффективнее с точки зрения расходований бюджетных средств. Какие результаты именно в суммовом выражении нам удалось при работе нашей комиссии достичь экономии бюджетных средств в размере 35,8 миллионов рублей? Отмечу, что это больше, чем в два раза аналогичного периода прошлого года. При этом хотелось бы в качестве результата работы нашей комиссии сказать о том, что, в принципе, возросла дисциплина наших заказчиков при размещении заказов. То есть какие мы еще нарушения выявляем, кроме неправильного формирования начальной максимальной цены? Зачастую выявлялись факты откровенной аффилированности тех потенциальных поставщиков, которым предлагается выйти на конкурс. То есть начальная максимальная цена формируется каким образом? Заказчик запрашивает у потенциальных поставщиков того или иного товара по определенному перечню, что он хочет купить и сколько это будет стоить. Поставщики дают информацию, что они готовы поставить этот товар за определенную стоимость. Так вот, в нашей комиссии зачастую выявлялись случаи, когда поставщики были откровенно аффилированы друг к другу. То есть они находились по одному адресу. Это были фирмы, которые буквально до отдельных букв назывались практически одинаково. То есть было видно, причем в открытых источниках есть соответствующие ресурсы в интернете, есть программы соответствующие, где можно эту информацию поднимать. Мы это находили и, соответственно, пресекали. Понятно, что аффилированность предполагает, что никакой конкурсной основы под этим нет. Сейчас такие нарушения практически мы не выявляем. И буквально, если что-то мы и корректируем наших заказчиков, то предлагая им просто среди тех ценовых предложений, которые они собрали, выбрать не среднее, а самый нижний предел, для того, чтобы максимально сэкономить на приобретение того или иного товара, работы или услуги. Тем не менее, нарушения в этом направлении по-прежнему встречаются. Зачастую это стройка и ремонт. Понятно, что финансирование стройки и ремонта осуществляется по перечню, устанавливаемому в сметах. Это сметные расчеты. И зачастую сметы, которые нам представляются на рассмотрении, содержат позиции, которые в принципе не должны финансироваться за счет бюджетных средств. В частности, к таким позициям относятся очление строительного контроля. То есть, строительный контроль должен оплачиваться не поставщику, а если заказывается услуга на строительный контроль, то это отдельная сделка, отдельный договор, который оплачивается не в рамках основного контракта. Вот что хотелось бы сказать по нашей комиссии, как дополнительном инструменте, который работает и который мы реализуем в целях повышения эффективности бюджетных расходов. Еще одно направление, которое хотел бы озвучить, Александр Евгеньевич, в принципе, тоже об этом уже говорил. По большому счету, какие бы инструменты не были предусмотрены законодательством или которые мы сами бы реализовывали, если не будет наказаний в отношении тех лиц, которые допускают нарушения, то это ничего, работать не будет. Понятно, что неотвратимость наказания – это одна из ключевых вещей, вообще, в принципе, если мы хотим добиться дисциплины, тем более в такой сфере, как расходование бюджетных средств. Соответственно, с 2009 года еще в Ульяновской области провозглашен и реализуется, развивается постоянно принцип неотвратимости наказания. Заключается он в том, что это регламентировано соответствующим правовым актом губернатора Ульяновской области. Заключается он в том, что все грубые финансовые нарушения, если выявляются контрольными органами, они должны влечь безусловное привлечение к той или иной ответственности лица, который допустил это нарушение. Речь идет о дисциплинарном наказании, и что, на мой взгляд, более существенно – это материальная ответственность в виде снижения выплат стимулирующего характера. Нами в соответствующих нормативных актах Ульяновской области прописан, как нам кажется, справедливый, понятный принцип применения вот этой меры. Мы дифференцированно к этому подходим, то есть в зависимости от суммы выявленного нарушения мы и, соответственно, принимаем меры по снижению выплат стимулирующего характера. То есть там есть определенная дифференциация. Ну, если говорить о статистике, за полгода этого года к дисциплинарной ответственности были привлечены по результатам наших проверок 15 должностных лиц и снижены размеры выплат стимулирующего характера 8 должностным лицам. Еще одно из направлений, которое мы реализуем в рамках реализации принципа неотвратимости наказания – это наша административная практика. Мы являемся государственным органом, на который возложены полномочия по возбуждению дел о административных правонарушениях, рассмотрению этих дел и привлечении к административным ответственности. В административном кодексе за последние три года появилось значительное количество соответствующих административных составов. Раньше это был буквально один состав, нецелевой использованием бюджетных средств. Сейчас их порядка 20. Это говорит о том, что законодатель полномерно движется в сторону ужесточения ответственности именно в сфере бюджетного законодательства, в сфере размещения заказа. За полгода 2017 года нами было возбуждено 42 административных дела, при этом на должностных лиц были наложены штрафы в размере 274 тысячи рублей. Это что касается неотвратимости наказания. Ну вот то, что я говорил, что в качестве примеров, что хотелось бы мне привести, опять же, возвращаясь к теме сегодняшнего разговора, мы проверяли в прошлом году Майский детский дом «Орбита». Я, в принципе, могу об этом уже говорить, потому что состоялись уже все процессуальные решения, судебные решения по итогам этой проверки, где мы выявили хищение бюджетных средств, которые направлялись на заработную плату сотрудникам учреждения. То есть фактически выплачивалась заработная плата действующим должностным лицам за, условно говоря, за мертвых душ, которые фактически не работали в этом учреждении. Причем сделано было все достаточно грамотно с точки зрения бухгалтерии, потому что в самой бухгалтерии по документам все было нормально. И выявить без каких-либо встречных проверок то, что зарплата платится не тем людям, которые, так скажем, работают в учреждении, было достаточно сложно. Дело в том, что в этом учреждении реализуется зарплатный проект. Знаете, да, то, что когда на карточке Сбербанка зарплата перечисляется, и, соответственно, при перечислении денежных средств на карты сотрудникам направляется реестр Сбербанк, и, соответственно, мы сделали встречную проверку в соответствующем отделении, забрали тот экземпляр и реестр, который направлялся Сбербанк, и там вот уже все увидели. Стыковали два реестра, которые... Один реестр в бухгалтерии, другой в банке. И, соответственно, они отличались друг от друга, и через это мы уже там через определенную цепочку вывели вот эти вот нарушения. Результатом стало привлечение к уголовной ответственности двух бухгалтеров этого учреждения, освобождение от должности руководителя учреждения. Соответственно, вот такой факт нами был выявлен. Это факт коррупционной направленности. Еще одно нарушение подобного рода тоже закончилось уголовным делом и привлечение к уголовной ответственности фигуранта. Здесь уже речь идет о расходовании денежных средств не внутри учреждения, а о деньгах, которые направляются на господдержку организаций, которые в данном случае реализуют меры по трудоустройству инвалидов. Денежные средства идут через центры занятости населения и те организации, которые принимают меру по созданию рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями, они стимулируются государством в виде компенсации части затрат, которые они понесли на организацию такого рабочего места. И в одном из районов, одно из юрлиц, которое представило в центре занятости расходы по организации такого рабочего места, получило денежные средства на компенсацию этих расходов. Но когда мы вышли на место и посмотрели, где фактически должен был работать инвалид и на какие расходы были компенсированы из бюджета, мы увидели, что это расходы, которые только частично, так скажем, были направлены на создание рабочего места инвалидов, все остальное никакого отношения к нему не имело. То есть, проще говоря, индивидуальный предприниматель за счет бюджетных средств существенно поправил свою материально-техническую базу, отремонтировал помещение и так далее. Соответственно, тоже это закончилось уголовным делом, и руководитель этого ООО, не индивидуальный предприниматель ООО, прошу прощения, руководитель этого ООО, был привлечен к уголовной ответственности. Ну и еще один из примеров, он такой достаточно показательный, характерный. Я говорил о капитальных ремонтах, о текущих ремонтах, там, где тратятся большие денежные средства, где достаточно сложно вообще, в принципе, проверять расходы небюджетных средств, потому что, сами понимаете, очень много скрытых работ, которые без проведения специальных экспертиз не выявишь. Речь идет о том, что зачастую оплачиваются за счет бюджетных средств просто невыполненные работы. Они осмечиваются, они актируются, подписываются со стороны заказчика, но по факту эти работы зачастую не выполняются. И, соответственно, здесь возникает потенциальная коррупциогенная зона, когда потенциально поставщик с заказчиком могут договориться о том, что заказчик не выполняет работы, а поставщик, прошу прощения, не выполняет работы, заказчик их оплачивает, а, соответственно, вот это необоснованное обогащение, грубо говоря, оно может делиться между сторонами этой сделки. Соответственно, вот одно из таких нарушений мы выявили, пока не буду называть, поскольку сейчас идут пока гражданские суды, поскольку мы обязали в подобной ситуации учреждение выйти с иском в суд к этому подрядчику для того, чтобы взыскать вот эту сумму необоснованного обогащения. Сейчас назначены экспертизы, и в зависимости от результатов и судебного разбирательства, и результатов этих экспертиз, возможно, будет принято соответствующее процессуальное решение по линии уголовного преследования, скажем так. Вот, пожалуй, вкратце, что мне хотелось сказать. Пожалуйста, если вопросы. Вопросы, тогда давайте договорим, таким образом, что Наталья Михайловна дадим, а потом уже всем участникам будете задавать вопросы. Это кого и есть. Пожалуйста, Наталья Михайловна, об общественном контроле. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо, Татьяна Евгеньевна, что пригласили принять участие в вашей пресс-конференции. Вы совершенно правильно отметили, что развитая система общественного контроля, развитые институты гражданского общества являются одним из действенных механизмов, вообще инструментом поддержания и социально-экономической, и общественно-политической ситуации в регионе. Главным координатором этой системы общественного контроля на территории Ульяновской области с 2014 года была Палата справедливости и общественного контроля, которая по апрель 2017, то есть текущего года, существовала в качестве государственного органа. За три года на территории региона была создана мощнейшая, уникальная система, совершенно новая модель взаимоотношений государства и общества. Это общественно-государственное партнерство в сфере общественного контроля и участие населения в принятии самых важных, социально значимых решений. Основным звеном этой системы выступали муниципальные палаты справедливости и общественного контроля. Здесь хочу обратить ваше мнение на то, что абсолютно во всех муниципальных образованиях Ульяновской области созданы палаты справедливости и общественного контроля, в состав которых входит от 10 до 15-25 человек. А в каждом муниципальном поселении района есть и избраны на своду граждан общественные контролеры, то есть от 3 до 5 человек. В этой же системе общественного контроля и общественные представители уполномоченных, уполномоченные по противодействию коррупции, уполномоченные по правам ребенка, по правам человека и по защите прав предпринимателей. Таким образом, на сегодняшний день в реестре общественных контролеров около 3 тысяч человек. Все эти люди живые души, все эти люди являются лидерами общественного мнения, каждый в своем поселении, в своем районе. Именно они выступают тем источником оперативного получения информации о том, что тревожит людей, что происходит на территории каждого поселения. И именно они являются тем механизмом, с помощью которого мы доводим информацию до населения. Хочу отметить, что мы внедрили на территорию Ульяновской области систему общественного контроля еще до принятия федерального закона об основах общественного контроля на территории Российской Федерации. Мы были первыми, кто разрабатывал и принимал, внедрял новые формы общественного контроля. Вместе с тем, данный федеральный закон в качестве основного субъекта общественного контроля определил общественные палаты различного уровня и федеральные, региональные, муниципальные общественные палаты. Поэтому, дабы гармонично встроить опыт Ульяновской области в действующую сферу, действующее правовое пространство, губернатору Ульяновской области Сергею Ивановичу Морозу было принято решение о реорганизации Палаты справедливости, о снятии статуса государственного органа и преобразовании Палаты справедливости в общественную, гражданскую, совещательную площадку, которая будет действовать на основании соглашений о Палате справедливости и общественного контроля. Соглашение данное будет являться открытым документом для присоединения абсолютно всех структур, осуществляющих деятельность в сфере защиты права свободы человека и в сфере осуществления общественного контроля. На сегодняшний день участниками соглашения дали согласие стать уполномоченные по правам ребенка Ульяновской области, уполномоченные по противостоянию коррупции Ульяновской области, общественная палата, региональная структура торгово-промышленная палата, адвокатская палата, Ассоциация юристов России, Национального центра ЖКХ «Контроль», Нотариально-экологическая палата, также Федерация профсоюзов и некоммерческие организации, действующие в сфере защиты прав и законных интересов инвалидов. Данное соглашение будет подписано в сентябре текущего года, и тогда палата начнет работу в своем полном объеме. Но и до этого момента, хочу сказать, что мы не сбавляем обороты, муниципальные палаты справедливости действуют крайне активно и продуктивно. Если в 2016 году силами членов муниципальных палат справедливости было проведено 2126 мероприятий по овощению общественного контроля, в этом году за первое полугодие было уже около 800. Это общественные проверки, мониторинги, слушания и так далее. Каждая муниципальная палата, сообразуясь с запросами своего района, сама определяет специфику направления общественного контроля. Вместе с тем, особое внимание на протяжении всего времени мы уделяем общественному контролю за качеством строительства и ремонта автомобильных дорог, за повышением эффективности расходования бюджетных средств на дорожную отрасль. Есть соответствующее поручение губернатору Яновской области о том, что ни один контракт о сдаче дороги в эксплуатацию не будет подплачен, если нет акта приемки дорог, подписанного председателем муниципальной палаты справедливости. По итогам прошедшего времени можно сказать, что эта система отдает свои положительные результаты. В муниципальных образованиях значительно повысились требования качества выполняемых работ, повысился уровень контроля за их проведением, а недостатки в ремонте дорог, выявляемые нашими общественниками, устраняются исключительно за счет подрядных организаций. Так, например, непринятыми в прошлом году к оплате из-за выявленного брака остались работы в Меликесском, Чердоклинском и Ульянском районах на общую сумму более 150 миллионов рублей. И в этом году подрядные организации за свой счет также устраняют все допущенные нарушения. Совсем недавний пример, буквально на прошлой неделе, членный палат справедливости общественного контроля города Ульяновска буквально заставил фирму-подрядчика принять решение по демонтажу бордюра, установленного на улице Урицкого по университетной технологии, и переделать 15-метровый участок. То же самое было сделано и на отремонтированном перекрестке улицы Ефремов-Казаватовской, где образовался огромный провал. Дорога была отремонтирована, но не принята нашими общественниками. После требований городской палат справедливости провал был заделан в течение суток. На особым контроле муниципальных палат справедливости находятся абсолютно все школьные маршруты. В каждом районе их от 10 до 35. Всего на территории региона 332 маршрута, и ни один маршрут также не может быть принят без подписи общественных контролеров. На сегодняшний день в пяти районах есть непринятые школьные маршруты, они все держатся на контроле, и до 1 сентября будут устранены все нарушения. В качестве примера принципиальной позиции наших общественных контролеров можно провести пример еще и буквально на вчера-позавчера школа в Татарском Коломайоре, Чердоклинского района. По всем чиновичным документам школа принята, сдана в эксплуатацию, готова принимать детей, вместе с тем, в каком состоянии находится школа. Наши общественники ударили в набат, выехали на место, направили письмо в адрес глава администрации района. Сегодня мы будем общаться по этому поводу с Министерством образования. Поэтому приводить примеров очень много, можно приводить примеров, но завершая, хочу сказать, что, как сказал Александр Евгеньевич и Юрий Владимирович, что ни одно нарушение ни чиновника, какого бы уровня он ни занимал, не останется без внимания наших общественников, и это принципиальная позиция Сергея Ивановича, которая поддерживает нас в этом вопросе. Спасибо. Спасибо, Наталья Николаевна. Так, в принципе, обязательная часть, о которой я говорил, закончена. Если есть вопросы, мы готовы ответить на вопросы. Есть вопросы? Как Вы оцениваете вообще работу по антикоррупционной деятельности в Минлянске, по отношению, может, и другим регионам? Ну, мне приходится довольно-таки часто общаться с представителями других регионов, которые то или иное, что у нас пытаются узнать, как мы его приводим в жизнь, какие основные действующие лица исполнители. Ну, это говорит о том, что, в общем-то, у нас работа находится на системной основе, и, в общем-то, я уверен в том, что до тех пор, пока она будет на системной основе находиться, результат у нас будет положительный, мы будем идти вперед. Вот, я, в принципе, оцениваю положительно. Лучше нас, я не знаю кто, но вот нам интересно, в другие регионы, вот, Татарстан очень часто мы общаемся, смотрим, у них тоже много бывает положительного, что заслуживает интересного, можно взять Калужская область, неплохо тоже. Еще вопрос? Спасибо, все свободны. Спасибо вам большое.